АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, дорогие друзья! Мы вас приветствуем в конец зале проекта «Развалия 360». Я очень надеюсь, что сегодняшний концерт объединит ваши души, сердца, возможно, даже руки. Мы хотим, чтобы вы нас обстрагировались и максимально могли погрузиться в другу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ваша музыка сегодня была в объединении. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Основные цели Вашего творчества? Мой проект называется «Хронос». С древнегреческого языка переводится время. Здесь нет ничего такого метафизического. Просто мне в моей очень занятой жизни время всегда не хватало. Поэтому я через музыку пытаюсь его поймать, охладиться, плыть вместе с ним по одной веке. Проект существует очень давно. Я музыкой занимаюсь на 12 лет. Но первые успехи начались в 2002 году, когда мне было 15. и потом все пошло по нарастающей. В 2004 году был готов первый альбом, вышел он в 2007. Сейчас уже готов шестой альбом, который мы сегодня презентовали. И возможность выражать себя через музыку – это также возможность лично развиваться, развиваться в плане духовного развития, в плане мужского развития. И также взаимодействовать с людьми и, так сказать, собирать свою команду очень хороших людей и давать им возможность самовыражения. Хорошая музыка или хорошая медитация вообще не вспоминают к тому, что принимать все, что происходит, принимать звонки, общение. Посыл такой, что, я уже сказал, что музыка – это абсолютно оригинальный язык самовыражения. И иногда даже в нашем богатом русском языке не хватает слов, чтобы выразить те или иные эмоции, которые очень сильные. Музыка позволяет выразить абсолютно все эмоции. Поэтому для меня она стала самым языком, с помощью которого я взаимодействую с миром. Потому что даже когда я вне студии, вне наушников, музыка все равно у меня играет в голове, сочиняется в голове компьютер, который придумывает гармонии, мелодии, басы, ударные и прочие разные вещи. Может быть, я немного сумасшедший, но в моей голове происходит все так. У вас была композиция, которая олицетворяла для вас любовь. Что вы можете словами выразить? Музыкально мы вас слышали, очень глубоко поняли. А можете словами выразить, что для вас любовь в жизни? У меня любовь – это путь, который ты никоим образом не пресекаешь. Ты даешь быть реальности такой, какая она есть. Ты даешь возможность миру быть. И ты стараешься понимать все, что происходит. При этом ты даже, если что-то происходит, что тебе не очень нравится, ты стараешься из этого выносить уроки и становиться лучше, тебе это делать сильнее. На самом деле этот трек, он один из многих треков, который посвящен очень близкому моему человеку. Мне понравилось самому близкому, который ушел из моей жизни, пребывает сейчас где-то во вселенной. И таким образом через эту музыку я выражаю любовь к ней. Ну и, соответственно, ко всем людям и ко всему миру. Потому что этот человек научил меня любить. И, пожалуй, мой самый сильный пример в жизни – это мой брат Сташ.